Мы посетили музей Варшавы. Тут показаны все разрушения, потом процесс восстановления. Ну и, сами видите, как тут все выглядит уже после вот этих реобразований. Улица Жозова. Березовая. Улица Березовая. Видно, за камень глявится. Это иезуитская улица. Учитывая, что тут иезуитский хостел, вполне может быть. Попробуем все-таки добраться до этого музея. Посоветовали посетить исторический музей, который тут недалеко, на площади рынок. Но, не знаю, не очень-то хотелось. Много уже впечатлений, как на один день. Ну, там музей. Каток. Идеистый. Нью-Йорк. 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 Созеем Адама Митскевича? Это понятно. Главное, что привлекало меня, подтверждение экскурсоводов из музея Варшавы, что исторический музей находится в подвальных помещениях. Это как раз и главное, что меня интересует. Что Вы подскажите, я искал музей, что такое подвесное, что такое... Историческое? Да. Остатние дни по той стороне. Ага, спасибо. Там, где этот человек был, который там вынесет. Спасибо. Людово, Варшава. Людово, Варшава. Варшава. У нас. Стали у нее сбросить. Ну, вот, русский. Исторический музей Варшавы, расположенный на Рыночной площади, считается одним из самых крупных в стране. Его собрание располагается аж в 11 зданиях. Учрежден был он еще в 1936 году. Да и занимал тогда только три здания. За несколько лет тут удалось собрать немало экспонатов. Однако война все прервала, и музей возродился лишь уже в основном в 60-х годах. Под названием новая экспозиция «Семь возрастов Варшавы». Она была посвящена и рассказывала о его основании города, развитии, о том, что стало со столицей во время Второй мировой войны. Ну, вы уже увидели, что стало. Это была груда грузов и как его восстановили, этот старый город. Время шло, а коллекция музея увеличилась. Поспособствовали этому и пожертвованиям состоятельных граждан. Фактически в музее, как я прочитал, 250 тысяч предметов, скульптуры, гравюры и картины. И найдены археологами артефакты, и монеты, и карты, и фотоснимки. В общем, множество всего, что, конечно, очень даже интересно осмотреть. Почему я не осмотрел, скажу позже. Причины две. Первая, может быть, даже не столь существенная, хотя и важная, то, что я уже имел достаточно впечатлений от предыдущей прогулки и посещения одного из зданий музея. О, грифоны мои. Мои грифоны. Мои грифоны. Музей гисторичный. Доброе. То есть, вот музей гисторичный. Музей грифоны. Музей. Музей скрытычный. И второе, уже более архиважное, камера моя была почти разладована и ее надо было бы зарядить по новой, а в эти стука с телефоном это бессмысленно по огромному главному корпусу подземному историческому музею, поэтому я передумал. Доброе. Доброе утро. 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 Доброе утро.